МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новины Витебской в области у студии Наталья Байнарович. Витаю вас. Сувениры на заказ, послуги прозинтернет. Усяной инвалиды набывают не только прационные навыки, а и учатся зараблять гроши. Коли працю у радости, яку дается створать прыгажость вокруг себя, потекавилася Инна Кириенкова. Вот такие сувениры и букеты на ведовольники дзеннах отделения вырабляют специально на заказ. Сдавалось бы, выкористовывают подручный материал. Однако, благодаря фантазии и неординарному мыслению, отримываются креативные подарунки. Новый вид деятельности – это изготовление букетов-дублеров для невест. Да и чего не творить. Есть руки, жадания, и головная сама атмосфера сприяет тому. И совсем не дива, что рукодельным займаются и мужчины. Или сенаторову швейна справа пришлася до спадобы. Его сувенирные подушки корыстаются попытом. Ну, работа сама нравится, но факт то, что очень трудоемкая работа, поэтому очень занимает много времени. У всех без выключения тут вычесть быть самостоинными, с тем, как дома они могли обыходиться без сторонней допомоги. Помыть оденья, прибраться и навод готовать ежу. До речи, гурток «Вкусняшка» наведывают усе. Однако похвалиться своими кулинарными шедеврами может далеко не каждый. Самая главная хозяйка, наша чудо-кулинарка, гордость наша, радость наша, это же наша Наташа. Она умеет все делать. Мне все не нравится тут делать. Я занимаюсь бисером, плетением, усеваю. Да и у оформления святочного стола, ей так само нема ровных. До речи, такая послуха становится все больше запотрабованы. На ведовольнике отделения частые гости разных мероприемств, а приходят они туда со своими паштовками. Литерально недавно открыли у себя еще одну майстерню по выработке полиграфической продукции. Визитки, календарики, магниты на любой густ. Вот такие блокноты про наш любимый город, Синно. Делаем мы как на металлических пружинах, так и на пластиковых. Любых размеров делаем. Вот, любых размеров. Этот блокнот к дню рождения мы сделали, на заказ тоже. У нас сейчас поступили вот заказ на 50 таких блокнотов. Мы учим их, как можно заработать деньги, как можно у нас научиться, а затем пойти в свое дело, заняться каким-то предпринимательством. Плюс мы выполняем различные услуги, которые дают возможности пополнять внебюджетный счет, за который потом наше же отделение будет и процветать. Их праца запотребована и головная она приносит им моральное задовольнение. Ширые и открытые, и они завсёды рады гостям. Кожный месяц сюда приходят их батьки, как просто отпочить душой. Вот и на этот раз так само и знайшлася справа рыхтовать новогодние подарунки. В нашем возрасте заняться нечем, а это отдушина. Любовь и добрыня спагадливые и чулы относительно один до одного владарец в их агульном и утульном доме. И деля этого варта жить и радоваться каждому новому дню. Инна Кириенкова, Леонид Табола, Новины, Сяно. Кермаш молодежных инициатив «Город для меня» объединял в Витебском центре сучасного мастерства тех, кто не просто любит свой город, а мараць робить его лепшим у свете. Молодые и небыяковые рассказали про свои досягнини и про новую. Познайомился с проектами наш корреспондент Настасья Броука. Живые скульптуры, вуличные спектакли и полночные перфомансы. Таким запомнился витеблянам и гостям города. Первый фест в уличном мастерстве на Семьи ветрах. В этом году он стал ярким штрихом программы Славянского базара в Витебске. Придумал фест молодежный театр «Кола». И вот сейчас на Кермаши инициатив «Абгрейд» проекта. Мы презентуем два новых направления феста уличного искусства на Семьи ветрах. Это Батлейка, кукольный театр уличный и стрит-дэнс. Мы с театром «Лялька» вообще активно сотрудничаем уже несколько лет. Они нам очень помогают. Кукольный театр, он же не только для детей. Есть масса потрясающих спектаклей для взрослых. Это очень интересное направление. Выучать историю родимы прозгульню, пропоновывая Народный клуб историчной реконструкции «Варгинторн». Его проект – мобильная детячая пляцовка с атрибутами середневечия. Научно-познавательное времяпровождение. Дети прикасаются к истории, но при этом они имеют возможность подурачиться, повеселиться, выплеснуть свою энергию в мирное русло. На Кермаши инициатив собрались и менеджеры в сферу культуры. Мастаки, фотографы, музыки и люди, которые делают культурное житие Витебска больше ярким и насыщенным. Творческие группы обмерковывали варианты сопротивления с местными органами УЛАД и потенциальными спонсорами. Молодежь Витебска очень хорошая и сильная. Очень много творческого народа. И они сами выдвигают инициативы, которые очень часто поддерживаются. Даже и городскими властями. Свой новый проект представила и команда витебских граффитистов – StreetSkills. Миноветы и они перетворяют ширые будки трансформаторных подстанций в творы мастакства. И учат, что стрит-арт делает город особенным и привабным для туристов. Сейчас в улице Мастаки працуют над созданием незвычайного туристического маршрута. Мерлин Манро, Сальвадор Дали, Марк Шагал. Одна засобливость у нового витебского туристического маршрута – мясцовое граффити. Можно по-разному ставиться до уличного мастакства, однако навод творчость Марка Шагала признали не одразу. Цекавые и креативные идеи молодых подтримку знайдуть. И город для меня перетворится у город для всех. Настасия Бровка, Кирилл Кайсберг, Новины, Витебск. У Пасталовском районе инспекторы зловили браконьера-летописца. Его подозрают у незаконной заботы козули. А при обыску его знайшли незвычайный денник. 26-ти годовый автор криминального читва на сторонках четырех полугольных читков переказал и отлюстровал подробязно свои суперзаконные деяния. Этот случай трапил разряд беспретендентных. Следующий комитет проводит проверку по даденам факте. В числе вещественных доказательств предоставлена тетрадь с записями, в которой указано порядка 80 якобы совершенных фактов браконьерства. Каждый факт будет тщательно изучен, сопоставим с действительностью, и каждому факту будет дана правовая оценка. В настоящее время следователи продолжают работу над сбором и закреплением доказательной базы. В том числе устанавливают точную сумму причиненного ущерба. Допрашивают свидетелей и очевидцев работать с подозреваемым лицом. Як поведомили у ведомствия, подозреваемый не сябровал законом уже давно. А кроме оследших, учаясь за все литературным талентом браконьера, затекавится и психологичная экспертиза. Ранее за бюджетные сродки, теперь за кость жахаром. Ремонтовать подъезды за сродки уладальника у кватера в Беларуси пошли только селета. Отповедная постанова Министерства жилево-коммунальной господарки уступила усилу летом. Процедура составления договора и проведения работ прописана, но пытания все равно застаются. Особливо, когда кватера уладальники лишат, что кост ремонту не отповедает его якости. На хорошую линию телерадиокомпании «Витебск» звернулись жахары шмат кватерного дома по улице Петруся Броки. Они потребуют переразлику за взробленный ремонт. Разобраться в конфликте между властниками кватера и местовым жилем попробовала наш корреспондент Вольха Шмархун. Свежепобеленные столи, пофарбованные стены и оконные рамы. Ремонт подъезда у этой шмат-поверховцы завершился к рыху больше за месяц тому. Его зарабили у першиню за опушние 10 годов. А линейкой радости у мясовых жахаров нема. На дворот соседи объедналися супрать своего жил. Мы как бы не против ремонта, мы согласны, пусть бы его делали, но сделали качественно и с нас взяли столько денег, сколько потребовалось материалом этот ремонт. Люди обуранные тем, что необходность ремонту с ними никто не обмерковывал. Огольный сход жахаров коммунальники не сбирали, а повестили только пенсионеру, які днем заусюди дома. А теперь, коли ремонтные работы завершены, ЖУ настоевая на подписание договоров и чекая оплаты. У середням по 100 тысяч, что месяц с кожной квартиры на протягу года. Как написано, что снималось все до бетона, до кирпича, до камня, ничего это не снималось, а просто наносилось на старую краску. Мы недовольны тем расчетом, который произвели. За этот ремонт зарплаты насчитали 27 миллионов, здесь сказано, и 10 миллионов страховки. За что мы должны платить? Отказ на это опытание шукаем уже у номер 22. Майстер по ремонте Галина Матюш плумачить. Подъезд потребовал ремонту, и работы почали на основе дефектного акта, який складала целая комиссия. От агульного сходу, где все почнуть кричать, толку мало. Тому провели опытание Жахаров. С 36 квартир с перспективой ремонту ознайомили только 14, меньше за полову. Для остальных просто надруковали объяву, и ремонт почали. Пытание по якости работ у майстра нема, а агульную сумму подлечил у компьютер. Общая стоимость 46 миллионов 423 тысячи 170 рублей. Это считает компьютер, там заложена определенная программа. Прораб вводит стоимость материалов и вида работ. Но это все делается на основании дефектного акта. Кожное свое слово майстер по ремонте подмассовывая документами. Гэтая паперы довелось выучить и депутату городского совета Игору Курганову. Он выбирался по полдневой выборчей окрузе и теперь допомагая людям выращать конфликт с коммунальниками. Явных нарушений я пока не заметил. Почему? Потому что документ о том, что дефект на подъезде имеется, то, что перемеряли, они действительно дважды все это обмерялось. Если вопросы возникли, значит совместно с работниками ЖКХ будет проведено дополнительное собрание и вопросы все будут разъяснены. Тем часом договор уже подписали уже владельники 13-ти кватер обновленного подъезда. Что тычется остатних, им все равно придется оплатить ремонтные работы. По закону, навод калежи хоры проигноруют договор, суммы за ремонт у их жировках все равно изъявятся уже у Снежни. Вольха Шмархун, Александр Приставка, Новины, Витебск. Игрокам Могилевского клуба «Борисфен» удалось испынить переможную серу Витебского областного баскетбольного клуба в чемпионате Беларуси, якая складала тригульный запор. У поединку, який проходил на паркете центрального спортивного комплекса, подопечные Руслана Байдакова были напереде после 20-ти хвилин сустреши – 43-40. А вот сил на концовку больше осталось и у гостей. Дякуючи глубину складу и высокому индивидуальному мастерству баскетболисту, они вырвали перемогу с леком 92-81. Считаю, не хватает физических кондиций, которых мы не успели набрать перед началом чемпионата. Команда, она еще в стадии становления в плане игры. Обголовных подеях в области рассказывает газета «Витебские вести». У номера из-за третьего «Снежня» читачи доведуются на каких пытаниях засяруйте увагу старшиня БВКНКМа Миколай Шарсню подчас чергового кадрового дня. Журналисты газеты расскажут и про тесное супрационниство Беларуси и Латвии в рамках подписанного погоднения помеж Дубровинским районам и Дагским краям. Доведается, про мероприемства, присвеченные Дню инвалиду Республики Беларусь, можно на сторонках чергового номера «Витебские вести». Так само, у четвергового номера информация про нововведение у деятельности автошкол, знакомство с коллективом на понадворку Брасловского районного центра культуры. Выпуск новин на этом завершенный. Я с вами развитываюся. Прогноз на двор я представляю компания «Макдональдс». Счастье по усюльде есть «Хэппи Милл». Открывай, веселись, вылучай. Двигайся вперед к захватывающим приключениям! Вместе с Бэтменом и Ферби! С новой коллекцией игрушек в твоем «Хэппи Милл». Уближайшие сутки по в области чакается воблачное с прояснениями на двор. Я днем месяцами короткочасовые дожди. В особенных районах слабый туман, на дорогах гололедится. Ветер пираменных на Прамка у 4,9 метров за секунду. Температура по ветру ночью – минус 1, минус 6, днем – минус 1, плюс 4. У Витебска так само шагается воблачное с прояснениями на двор и без истотных опадку. На особных участках дорога гололедится. Ветер пираменных на Прамка у 4,9 метров за секунду. Температура по ветру ночью – минус 3, минус 5, днем – максимальная температура коля нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова